Скажите, решение Вашингтона это приговор для всего грузинского режима правящего или это приговор для Грузии? Я думаю, что это, скорее всего, начало очень интересного процесса, который мы будем наблюдать в ближайшие месяцы. Я думаю, что наши западные партнеры очень конкретно уже осознали, что ситуация в Грузии меняется не в лучшую сторону. Они уже увидели, что нынешнее правительство Грузии двигается в противоположном направлении и надо страну спасать как можно быстрее. Я думаю, что это очень интересный факт, который мы наблюдаем. Впервые за всю новейшую историю Грузии четыре высопоставленных судей были санкционированы постепом Америки. И, конечно же, это только начало всего процесса. Скажем, в будущем я думаю, что Евросоюз тоже присоединится к этим санкциям. И мы увидим новые фамилии, которые появятся в этом списке. Кто будут эти люди? Мы недавно говорили с Биллом Браудером, автором списка Магнитского. И он сказал, что это могут быть самые разные уровни, которые задействованы в процессы недемократические в Грузии. То есть от самых низких эшелонов до самых высоких, первых лист страны. А сейчас мы видим очень влиятельных судей. Как вы думаете, кто еще попадет в этот список? Да, это очень интересный вопрос, потому что я думаю, что в список попадут не только те, кто являются членами этого судебного клана, но также те, которые управляют этим кланом. То есть это будут, конечно же, представители правящей партии Грузинской мечты. Я думаю, что вплоть до самого олигарха Ивани Шуй. То есть я думаю, это очень прямое послание для всех тех, которые до сих пор стараются и управляют страной теми методами, которые не сопоставимы с европейскими ценностями. В первую очередь надо осознавать, что олигархическое правление не сопоставимо с нормами демократии, не сопоставимо с правовым государством и не сопоставимо, конечно же, со защитой человеческих прав. То есть то, что мы набыли сейчас, это, я думаю, что очень правильный, очень хорошо организованный процесс со стороны наших американских партнеров, которые очень точно увидели, что грузинское население, мнение путешественного населения очень отличается от ведения нынешнего правительства Грузии. То есть та самая поляризация, о которой все разговаривают в последнее время, эта поляризация на самом деле является между населением Грузии и правительством, то есть нынешним правительством грузинской мечты. И надо как можно быстрее спасать страну от того, чтобы она еще не отдалилась от западных ценностей и не попала под так называемую сферу влияния России, куда мы на данный момент добегаемся. Скажите, по вашим наблюдениям, грузинская мечта готова сейчас переговаривать с Вашингтоном, с Евросоюзом? Или же, судя по заявлениям, они в принципе продолжают придерживаться той же политики, которую ввели до введения санкций? То есть, как вы думаете, пришло ли осознание правящей партии того, что опасность действительно настигла, и это не просто заявление отдельных европарламентариев, которых они считают аффилированными с оппозицией? Я думаю, что нет. Осознание еще не наступило, потому что мы сегодня тоже увидели письмо министра иностранных дел Грузии, господин Дарчашвыль, который адресовал господину Блинкену. Это было самым наглядным, наглядной позицией, как соображать, о чем думает сейчас правящая партия. Они начали говорить о том, как плохо была ситуация до их правления. Они, опять же, повторяют те же самые народионы, которые у них были до этого времени, которые на самом деле уже никого не интересуют. Даже я не знаю, чего они хотели этим письмом достичь, потому что на самом деле ситуация гораздо худше на данный момент, чем это было когда-либо в современной истории Грузии. Мы потеряли, мы сейчас в процессе сближения с Евросоюзом, мы потеряли уже очень важный момент получения кандидата Евросоюза, статуса кандидата Евросоюза. На данный момент все члены правящей партии должны работать над тем, чтобы хотя бы до конца этого года мы догнали группу Украины и Молдову. Но на самом деле происходит все в противоположную сторону. Они делают все для того, чтобы на самом деле сам Евросоюз принял негативное решение, то есть не дал Грузии этот статус. Я думаю, что осознание совершенно не наступило. Мы слышали также высказывания про лидеров правящей партии. И они хотят максимально... Идут на конфронтационный вариант этого процесса. Они не собираются на самом деле или разговаривать сейчас с Америкой, что послужило поводом для такого решения. То есть на данный момент я не вижу никаких подпосылок для того, чтобы правящая партия понимала всю тяжесть этой ситуации, которую мы сейчас все наблюдаем. Возвращаясь к вопросу Евросоюза, считаете ли вы, что это решение Штатов повлияет на то, что мы должны были... Как бы буквально на днях были версии о том, что Евросоюз все-таки пойдет на уступки, закроет глаза и даст Грузии статус кандидата на членство в ЕС. Думаете ли вы, что это действительно будет очень серьезной помехой на этом пути для нашей страны? Это на самом деле очень интересный вопрос, потому что это надо рассматривать с двух сторон. В первую очередь, я думаю, что наши коллеги, американские и европейские коллеги, они увидели волю народа. В начале марта этого года, 7, 8, 9 марта, мы все увидели, что абсолютно большинство населения стран, они поддерживают Евросоюз, движение стран в направлении Евросоюза, и абсолютное большинство населения этой страны, они против таких родных законопроектов, которые старалась принять грузинская мечта. То есть это русский законопроект против международных организаций и критических медий. Я думаю, это будет очень интересно рассматривать этот вопрос в том курсе, что как данный момент может повлиять на будущее. Я надеюсь, во всяком случае, что в Евросоюзе и в Америке они очень хорошо понимают, что этот шанс Грузия физически не может упустить. Мы обязательно должны получить статус кандидата Евросоюза, потому что это уникальная возможность, которая может в будущем, в скором будущем не повториться. То есть у нас есть, например, такая же ситуация может быть, как, например, Боснинг-Херцоговин. У нас тогда Еврокомиссия сделала такую запись, где было написано, что статус кандидата получает народ. Я думаю, что есть много вариантов, которые могут рассматриваться в этот момент. И мы должны надеяться, что в конце концов, до конца этого года, Грузия все-таки догонит Украину и Молдову, и мы продолжим этот путь вместе. Несмотря на то, что произошло вчера, несмотря на всю ту риторику, которую мы слышим со стороны правящей партии, несмотря на все эти трудности, которые наблюдаются в последние два года, и особенно после начала войны и агрессии России против Украины, я думаю, что наши европейские и западные партнеры понимают важность момента, понимают важность того, что Грузию сейчас надо поддерживать, грузинский народ надо сейчас максимально поддержать и дать им запуск кандидата. Говоря о Грузии как о государстве, я вначале говорила про то, что Грузия проходила несколько этапов своего становления еще с начала обретения независимости, и никогда вопрос с евроинтеграцией в принципе не стоял так, как стоит он сейчас. Вот это решение на имидж Грузии как государства, потому что, судя по всему, мы уже становимся ли мы в один ряд с Россией, с Белоруссией и с другими не очень демократическими соседями по бывшему Советскому Союзу? Или же все-таки вот вы говорили про народ Грузии и про формировки, которые были использованы из Боснии и Герцеговины, или все-таки это два параллельных процесса, две параллельные реальности? Да, я думаю, что, конечно же, этот процесс негативно повлияет, но в первую очередь на правящую партию, то есть на правительство Грузии, на партию грузинской мечты. Я надеюсь все-таки, что то, что происходит сейчас, это как раз является отзывом на то, что люди увидели, что наши партнеры увидели в начале марта. То, что на самом деле грузинская мечта не представляет уже грузинский народ. Они настолько отдалились от населения этой страны, что на самом деле они двигаются, я уже сказал, в противоположном направлении. Я надеюсь, что этот негативный факт повлияет только на саму грузинскую мечту, то есть на правящую партию, а не на страну целиком. И надеюсь, что осознание этого факта, что абсолютное большинство, я еще раз повторяю, абсолютное большинство нашего населения поддерживает европейские ценности, поддерживает сближение Грузии с Евросоюзом и с НАТО, будет решающим фактором, который пересилит все те трудности, которые мы сейчас наблюдаем. Очень интересно. Если в случае, если грузинская мечта решит, что нет, мы не будем предпринимать никаких встречных шагов, мы продолжаем гнуть свою политику и политику демонизации западных структур Евросоюза, что должно произойти и как должна сложиться политическая ситуация в Грузии, какие процессы должны проходить для того, чтобы Грузия все-таки, несмотря ни на что, получила этот статус кандидата в октябре. Да, иногда это выглядит очень плачевно, конечно же, но вы знаете, что есть 12 рекомендаций, которые мы получили от Еврокомиссии, и хотя бы исполнение или показать волю того, чтобы грузинская мечта старается как бы выполнить эти рекомендации, могло бы послужить поводом для того, чтобы мы в течение этого года получили бы этот статус. Мы сейчас в ожидании двух докладов от Еврокомиссии, это первый доклад будет через месяц, около, и второй доклад должен быть в середине октября этого года, когда Еврокомиссия уже оценит техническую сторону исполнения 12 рекомендаций. После этого уже будет решение Совета Евросоюза, и как правило, как правило, то есть 99% Европейский Союз соглашается с теми рекомендациями, которые предложит им Еврокомиссия. Очень трудный вопрос, я совершенно понимаю, что вы хотите сказать, но на данный момент я думаю, что еще раз, воля народа должна быть главнее позиции или поведения правящей партии грузинской мечты. Воля народа, воля абсолютного большинства, 84% населения этой страны, должно быть важнее, чем то, как себя ведет на данном этапе правящая партия грузинской мечты. Еще мне интересно ваше мнение по поводу сегодняшней публикации Foreign Affairs с таким громким заголовком, что Россия побеждает в Грузии на данном этапе. Вы считаете, что это так? Если да, то почему? Да, я думаю, что на данный момент у нас очень трудная ситуация, потому что в течение последних 10-19 лет на самом деле уровень демократии ухудшается в Грузии. Мы видим, что несмотря на все эти заявления, которые мы слышим от правящей партии, на самом деле Грузия отстает от той группы лидеров, где Грузия на самом деле всегда сама являлась первой страной. Я думаю, влияние России к Грузии очень явный факт. Та реальность, которую мы сейчас наблюдаем, например, повторение той же самой риторики со стороны Министерства иностранных дел России, от оккупационных режимов Абхазии, свидетельствует о том, что есть очень тесное сотрудничество, согласованная позиция между правящей партией Грузии и Россией. Не может быть совпадением тот факт, что даже не только риторика, но слово в слово повторяется то, что мы слышим от лидеров грузинской мечты, то есть глобальная партия войны, там стоять на одной ноге и так далее и тому подобное. Эта политика, согласованная политика с Россией, я думаю, что берет начало с 2012 года, когда было принято решение, что Грузия не должна никаким образом как-то иритировать Россию. То есть каким-то образом злить Россию. Исходя из этой политики, мы дошли до того, что Грузия совершенно стала исчезать с международной арены. Уже вопрос в Грузии нигде не поднимается. То есть то, что происходит на наших оккупированных территориях, то, что происходит на линии оккупации и так далее и тому подобное, уже никто этот вопрос не ставит. Потом позиция, которую заняла нынешняя праведшая партия в отношении Украины год тому назад, полтора года тому назад, тоже была очень плачевным развитием событий, потому что косвенно они поддерживали Россию на самом деле. Они не верили в победу Украины. Они с самого начала военной интервенции России думали, что на самом деле это все очень быстро кончится и у Украины нет никаких шансов. Эта позиция привела к тому, что позиция России, конечно же, усилилась. Я имею в виду за последние 10 лет. Та риторика, которую использовала праведущая партия, тоже те самые послания, которые мы слышали и с российской стороны. И, конечно же, надо учесть, что российские пропагандисты в течение последних лет, они каждый раз старались как бы рассматривать Грузию отдельно. Они хвалили правительство Грузии, они всегда отмечали позицию грузинского правительства и так далее и тому подобное. Я думаю, что реальностью является тот факт, что на самом деле Грузия сейчас отдаляется от Запада и на самом деле сближается с Россией. То есть это то, что хочет нынешняя правящая партия на самом деле, несмотря на их риторику, что как бы они делают все, что они двигаются по направлению Запада и так далее и тому подобное. Реальность очень сильно отличается от той риторики, которую мы слышим от грузинской мечты. Учитывая все эти обстоятельства, как вы бы оценили фигуру президента Грузии Солома Азербишвили, ее действия, ее последние заявления, то, что она поддержала собравшихся на Руставели во время мартовских акций протеста части грузинского населения. Считаете ли вы, что она, возможно, станет последним оплотом легитимности правительства грузинской мечты, несмотря на то, что она независимый кандидат, мы знаем ее аффиляцию с правящей партией? Я думаю, что... Да, очень интересный вопрос, потому что позиция президента Солома Азербишвили в последнее время очень резко меняется. Мы видим и очень критические заявления, и политическую позицию, и то же самое со стороны правящей партии. Я думаю, что она сможет сыграть очень интересную ключевую роль в этом процессе, потому что она больше всех понимает, что важность момента, важность этого процесса сближения сейчас с Евросоюзом, и, конечно же, она может сделать гораздо больше, чем мы имеем на данный момент. Она может очень пози направлять, например, тот факт, что на освобождение Ники Гварами, это главный менеджер самой критической телекомпании Грузии, она может... На самом деле она может сыграть очень важную роль в деполяризации, если, конечно же, со стороны правящей партии будет тоже воля выявлена в этом отношении. Я думаю, что те заявления, которые она делает в последнее время, мы должны только приветствовать. Несмотря на то прошлое, которое нам всем очень хорошо известно, я думаю, что мы должны сейчас максимально поддержать ту позицию, которую она представляет, и максимально сделать все для того, чтобы Грузия продолжила движение к направлению Запада. Она может на это очень хорошо повлиять, и она может сыграть ключевую роль в этом процессе. Спасибо большое, спасибо за очень интересное мнение.